Поздравление призерам первенства России среди молодежи. У Армана Гамбриана бронза, у Марии Дорофеевой и Дины Ворониной по золоту. Дину привел на борьбу отец, когда ей было 5 лет. С тех пор, что называется, затянула атмосфера сборов и соревнований. На чемпионате страны самыми трудными были полуфинал и финал. Больше опыта у меня, чем у других моих соперниц. Ну а дальше уже, как мне говорили многие, что сила духа была. Буквально через 5 дней мы выезжаем на первенство России, еще одна в Оренбург. Только там уже чуть старше года. И также отбор на первенство мира и Европы. Это муниципальные соревнования. В них принимают участие 110 спортсменов. Победа в первой отборочной схватке далась Карлену нелегко. В его активе третье место на краевом первенстве. В этом году он рассчитывает как минимум пройти отбор. Заниматься спортом ему интересно. Добиваться успехов, самое главное. И быть физически в форме. Всего в Анапе занимаются самбо и дзюдо почти 2000 человек. Эти виды спорта одни из самых массовых. Наравне с футболом. Этот вид традиционно у нас сильный. У нас сильные спортсмены в городе, которые удачно выступают не только на краевых, всероссийских, но и международных соревнованиях. Поэтому хорошие традиции, самое главное. Хороший тренерский состав. Поэтому и перспектива развития этого вида спорта достаточно хорошая. Анапской школе самбо в этом году исполняется полвека. Когда Кириллу Асланиде было 22 года, его вызвали в комитет комсомола, который возглавлял его тренер. Поручили создать первую секцию. Возможности не было тогда хороших, так как не было инвентария, не было залов, не было много чего не было. Но, слава богу, сегодня то, что я вижу за эти годы, какой прогресс произошел, это просто между небом и землей. Сегодня в планах повысить статус турнира памяти капитана Калинина, который когда-то был всесоюзным. А в апреле пройдет краевой турнир в честь космонавта Федора Юрчихина. Его самого ждут в гости. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.